Всем привет! Что-то у меня птички расфериканы. Я решила их фотографировать. Видео снимать. Ну вот у меня два таких популярных самых вопроса. Как я различаю своих попугаев? Я вот они птички не выбирала. Вода грязная. На фоне. И почему я не занимаюсь кольцеванием своих птиц? Ну как бы раз у меня домашний питомник. Вот почему я их не кольцую? Ну скажем, на первый вопрос могу ответить так вот, что у каждой птицы у меня есть имя. По каждой птичке я веду запись родословную. Все, что касается родителей, там окраса. Ну просто мне это само интересно. Я не знаю, я ни для кого это не делаю, делаю это для себя. Мне это просто в кайф. Нравится вести записи такие. Вот. И да, у меня на самом деле возникают вопросы. Потому что у меня вот 6 самцов природного окраса и 3 самки петрового окраса. И вот с ними, да, у меня бывают нюансы, когда там птички не залазят сами в клетку. И мне приходится самой как-то их растаживать. Вот. Даже сегодня девочка моя вот эта вышла из домика погулять, когда я убирала свежку. А у нее как бы яйца. И когда я стала разбираться, кого же мне ловить сюда, потому что у меня таких треть одинаковых самки. Они вообще практически ничем не отличаются. По возрасту у них там плюс-минус год-полугода разница. Вот еще одна сидит и еще одна сидит. Вот. И сегодня вот эту вот я пометила фломастером. Макушку ей пометила, потому что это самая младшая девочка. Но она меня, честно говоря, уже начинает смущать. Потому что ей 4 месяца, а шоколок у нее уже завивается. Вот здесь вот даже... У нее такая полосочка на животе, как будто она на яйцах сидела. Но на самом деле ничего такого не было. Вот. Она просто вот у нее сейчас такой период, наверное, слегка линяется. У нее уже даже появился кавалер, вот этот самец коричный. То есть он уже за ней начинает ухаживать. У них вот как раз в возрасте 4-5 месяцев начинают все эти ухаживания. Вот. Поэтому желательно птицу брать раньше, чтобы не разбивать пару. Потому что вот некоторые так ловят, пару разбивают, и птица очень скучает себя. Вот. Ну и, конечно, вот по природникам, по самцам. У меня их 6 штук. И как я их отличаю? Я их отличаю... Ну, у них, короче, у всех есть какие-то свои нюансы. Вот. У этого, допустим, лапки кривые. Вот. Вот. Вот у этого, допустим, одно перо белое в хвосте. Хотя он чисто природник. Он не перелинявший перо. Самец. Он родился таким серым. Но у него, видимо, генщик остроты. И вот вылезло у него таких два пера. Вот. В общем-то, я так их различаю. Еще одного природника у меня голова более желтая. Она вообще такая очень яркая. Вот. Поэтому каким-то образом я, в общем-то, их различаю. Вот. У этого, ну, тоже есть... У этого очень хохолок такой шикарный. Он всегда у него такой был. Наверное, достался от мамочки. Потому что у его мамочки вот прям такой вот классный хохолок. В отличие от Кирилла, папочки. Вот. У Кирилла никогда не было такой большой шеведурной. У него всегда там какой-то был неизврачненький. Неизврачная такая пресеска. Вот. Хотя у всех детских у них получаются, в общем-то, нормальные. Хохолки такие. Вот. Ну, в общем-то, в основном отвечаю по поведению партнера. Я все уже совсем не могу ничего понять. Вот. Как сегодня, к примеру. Я не могла понять, разобраться с этими самками своими кремя, на которых я вот просто раньше как-то размещала, когда их еще было две. Вот. Потом я оставила вот эту девочку. И они просто очень-очень похожи. Вот. Поэтому я вот смотрю, как ведут себя самцы. Вот. И тогда уже рассказываю по вольерам, если они сами не зашли. Вот. Ну и второй вопрос. Про кольцевание. Почему я этого не делаю. Значит, у нас просто эта сфера не так развита. В Белоруссии, я не знаю, в России, Украине, насколько. Вот. Но у нас нет выставок, чтобы как-то выставлять своих диск, какие-то стандарты поддерживать. Ведь в основном люди, которые занимаются разведением, идет акцент больше не на качество, скажем так, на количество. Вот. Поэтому, ну, для кого-то карелы, для таких вот крупных совочек, для них карелы это вообще не попугай. Поэтому, ну, как-то мало людей, которые бы хотели вообще этим заниматься и какой-то поддерживать стандарт. Вот. Халок есть, щечки красные есть, значит, карелы. Вот. Я ее купила, скажем так, дешевле. Ну, фигняшка, птичка мелкая, что по размеру она уже почти как, допустим, чех выставочный, волнистого попугая. Вот. Поэтому, как-то раньше у меня было больше людей, с которыми я общалась, вот, которые там как-то тоже поддерживали стандарт, не пускали мелкую птицу в разведение, более крупных, оставляли цветов себе. Ну, как бы общаться вообще стало мне лично не с кем. Вот. Поэтому вот как-то генетику, я так смотрю, мало кто отслеживает. Вот. Появилось много выкормышей. И, скажем так, была в зоопарке, в Минском зоопарке, давно это, правда, было. Может, летать назад. Я увидела там карел. То есть, даже мои самые крупные карелы, они были меньше, чем те, которые сидели в зоопарке. То есть, я не знаю, откуда они вообще были привезены. Вот. Но явно, что это дикая птица. Но они были реально крупные. Я даже позавидовала белой зайде, потому что у меня никогда не было таких птиц. Вот. Не наливалась я на таких крупных карел никогда. Вот. Даже хотела в зоопарке хотя бы яйца у них отобрать. Купить там, я не знаю, ну, как-то. Вот. Потом эта тема у меня как-то заглохла. Вот. Поэтому кольцеванием я не занимаюсь. Меня даже никто никогда не спросил, почему мои тети мне кольцованы. Значит, никому это не нужно. Вот. И, в принципе, никогда это несложно начать делать. Вот. Когда у нас появятся какие-то выставки, какой-то... Ну, в любом случае, я по каждой птице, которая у меня остается, везу родословную. Вот. И это намного больше, чем, например, какое-то кольцо на ладе. Вот. Ну... Кольцо травматично. У меня... Вот. Еще раз вернемся к Кириллу. Почему у него с самкой разница в два года? Потому что у него до этой самочки была другая самочка. Вот. Я ее купила с кольцом. И у меня тогда были самодельные вольеры. И вот у меня сейчас домики висят за клеткой, а раньше они у меня стояли в доме. в самом вольере. Вот. В принципе, вольеры были... То есть для одной пары вот один такой вольер. Сейчас у меня, получается, две пары в таком вольере сидят. А тогда, когда у меня были самодельные, они у меня были вот такого размера, метр двадцать в длину и в высоту где-то метр. Ну, в общем, когда я покупала вот эти уже клетки, я узнала, какой размер мне нужен. Вот. И как бы в квартире я не могу такие большие вольеры держать. Поэтому я посчитала, что для двух пары этого вольера вполне будет достаточно. Учитывая, что в тех самодельных домики были в клетке, мне это очень не понравилось, потому что эти вот крышки не были постоянно обосраны. Очень-очень сильно. И чистить было неудобно. Ну, вот. И эта самка, она, получается, залезла между домиком и сеткой и зацепилась как-то кольцом. И вот у меня дома не было два дня. Была моя мама. Ну, мама тогда не сильно как бы с птицами моими там была в контакте. Вот. Сейчас вот она на пенсии, она мне помогает больше. Тогда у нее как-то времени особо не было. как говорится, убрала, покормила и ушла. То есть она даже не заметила, что птица попала в беду. Вот она между домиком и сеткой зацепилась этим кольцом. Вот. Когда я уже приехала, она уже была мертвая. Вот. Видно было, что она лапу выдирала, потому что чуть ли там не перелом у нее был лапки. И просто нужно было видеть, как переживает Кирилл. То есть я ее не сразу вот как-то взяла, так забрала. Я положила ее вот на дно клетки, и Кирилл спустился, он очень долго над ней сидел. То есть он с ней прощался. И с ней прощались не только Кирилл, с ней прощались вообще все птицы. Потому что, конечно, они были свидетелями того, как птица скажем так, рвалась, пыталась спастись, но ничего не получилось. Вот. поэтому я к кольцам отношусь очень-очень негативно на самом деле. Потому что, ну, если была бы необходимость, да, я бы кольцевала. Вот. И так, это просто лишняя какая-то ненужная вещь на данный момент для меня. Вот. И раз другим тоже не нужно, зачем мне какие-то ставить кольца своим птицам на лапы. То есть, как бы, ну, моя такая вот позиция, и в интернете много писали, что птицы травнили себе лапы. Вот. Поэтому еще кольца нужно уметь правильно ставить. Если неправильно представила это кольцо, тоже из-за этого, возможно, что-то может случиться. Вот. Поэтому пока мои птицы без колец. Когда это будет кому-то нужно, и мне в том числе, тогда буду кольцевать. Если будут какие-то вопросы задавайте. В принципе, всегда отвечаю. Если не в комментариях, то снимаю видео. Мне кажется, видео намного прикольнее смотреть. А вот. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Пока.